9 сентября отмечается 194 года со дня рождения классика русской мировой литературы великого писателя, философа и просветителя Льва Николаевича Толстого, чьи жизни и творчества были тесто связаны с Казанью. Его биография полна интересных фактов и событий. Он был необыкновенной и уникальной личностью. Будущий писатель появился на свет в имении матери Ясная Поляна, расположенном в Тульской губернии. Родители Льва Николаевича принадлежали графской ветви старинного дворянского рода Толстых. После их смерти осиротевшие дети переехали в Казань к родной тете Юшковой. Детство писателя было по-настоящему счастливым. Позже он описал эти годы в автобиографической повести детства. Толстой это совершенно исключительная фигура в русской культуре и ощущение и понимание, что ты учишься в том университете, в котором когда-то учился Толстой и не только Толстой и другие замечательные гениальные люди, это очень важно, потому что это рождает чувство сопричастности к чему-то очень важному и значительному. Ведь мы с вами, кто работает в университете, кто учится, мы получаем в наследство некую традицию, которую мы должны передать дальше. И вот с этим ощущением включенности в традицию мы должны жить. В 1844 году Толстой пополнил студенческие ряды Императорского Казанского университета. Здесь он провел свой самый интересный период жизни – молодость. В это время Толстой находился в поисках себя, искал смысл жизни и делал первые шаги в своей творческой деятельности. Поначалу писатель учился на факультете восточных языков, но из-за низкой успеваемости юному графу пришлось бросить его и поступить на юридический факультет. Однако и здесь Толстой учился не более двух лет. Он бросил университет, так и не получив высшее образование. Тогда состоялся раздел имущества, и он получил ясную поляну в наследство, и решил, что практическая деятельность, практическая жизнь важнее. Он оставил университет. То есть он не закончил университет не потому, что его отсюда выгнали, он плохо учился, а потому что у Толстого всегда была жажда практической деятельности. Он как гений знал, что нужно реализовать себя в жизни. В честь дня рождения Льва Николаевича Толстого в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла лекция «Легко ли быть молодым? Казанская юность Льва Николаевича Толстого». В этом году вуз подошел к празднику нестандартно. На мероприятии обсуждались актуальные темы для студентов. Какая была юность Толстого? Каково быть молодым парнем? Каково быть талантливым человеком и не знать, что через пару лет ты напишешь гениальное произведение, решающее твою жизнь? КФУ чтит память своих выдающихся студентов. Так в 2018 году был объявлен годом Льва Николаевича Толстого. Был проведен ряд крупных мероприятий. Так был организован ряд международных научно-практических конференций, в том числе и за рубежом. Торжественное закрытие года Толстого состоялось в императорском зале Казанского университета с участием проправнука писателя, советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого. В 2018 году был открыт памятник бюст великому писателю в дворике главного здания университета. А в 2019 году в Институте филологии и межкультурной коммуникации открыта совместная скульптурная композиция Льва Толстого и великого татарского писателя Габдула Итукая. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.